Друзья, всем привет! С вами Алексей, это новый выпуск на канале Вест Моторс. И неспроста мы каждый ролик просим вас написать в комментариях, какой топ-5 автомобилей вы бы хотели видеть в следующем ролике. И именно сегодня у нас будет подборка из пяти самых популярных кроссоверов из США. Поэтому не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы погнали. Итак, я думаю, несложно догадаться, каким же у нас будет первый автомобиль. Это автомобиль, который приобрел просто дичайшую популярность. Мне кажется, его можно назвать поистине бестселлером 21-го года в классе кроссоверов. Это Chevrolet Equinox. И давайте с вами подумаем, почему же этот автомобиль набрал такую популярность. Все очень просто. Вы получаете себе динамичный мотор, полуторалитровый на 170 лошадиных сил. И это полноценный кроссовер, в котором можно возить маму, бабушку, тещу, всю семью, просто всех детей посадить. И просто кайфовать и наслаждаться. Давайте рассмотрим конкретный лот, что же с ним произошло. Мы с вами видим то, что основное повреждение это у нас биохазард. То есть что-то там у нас, либо кровь, либо слюни, либо просто какой-то мусор царит в этом автомобиле. Но, как мне кажется, это его не основное повреждение. Мы видим то, что у него повреждено крыло. У него слегка на развале переднее правое колесо. То есть есть проблемы по подвеске, проблемы по передней правой двери. Ее по-любому вам придется менять. Видим то, что по левой стороне у нас, в принципе, все в порядке. Есть небольшой зазорчик на капоте, но я думаю, что это благодаря тому, что крыло немножко его подтолкнуло. Слегка касательный удар у нас есть по задней двери. Но дверь эту менять не надо, ее надо будет лишь восстановить. Стрельнула безопасность у нас. Видим то, что стрельнула безопасность у нас по стороне водителя шторки. По стороне пассажира шторки стрельнули. И, в принципе, по безопасности это все. Сидение не повзрывало. Что же у нас такого здесь биохазард? Один из моих любимых типов повреждения. Посмотреть, что же там такое произошло. На самом деле все не так страшно. Мы видим какие-то маски лежат, печенюшки. Просто грязная тачка. Вот возьмите любую машину, где-нибудь проезжающую в городе. У нее точно такой же биохазард будет. Видите, шторки сразу, тонировка такая. На самом деле нет, это у нас просто сработала безопасность. Давайте с вами подумаем, что же такого мы сможем с вами приобрести полноприводного, полноценный кроссовер с достаточно большим количеством функций за эти деньги. Мы чуть позже посчитаем, сколько же эта машина обойдется. Но финальная ее ставка конкретно данного лота была 5650 долларов. И это автомобиль с пробегом 19113 миль. А если вы еще немножечко подкинете котлетки, то вы можете взять двухлитровый, можете взять комплектацию премьер. И там будет уже вообще фарш, который свойственный только премиальным автомобилям. Там будет акустика Bose, там будет Apple CarPlay, Android Auto подогрева руля, подогрева сидений. Полный комплект, короче, будет, если вы докинете еще пару тысяч долларов. Для каждого семьянина, который рассматривает себе автомобиль для того, чтобы возить своих детей, семью, будет важным показателем расход топлива. Здесь средний расход топлива 9 литров. На 100 километров. Это средний. А по трассе вы добьетесь и того меньшего расхода топлива. Поэтому мне кажется, что это просто фантастический вариант, с учетом того, что это полноценный кроссовер с полным приводом. Считаем. Стоимость автомобиля на аукционе 5650 долларов. Объем двигателя полтора литра. Будем считать по льготной растаможке. Автомобиль у нас от трех до пяти. Аукцион AII. И мы с вами получаем цифру в 10671 доллар без ремонта. Это цена чего? Вот что еще можно купить за эти деньги? Да, вы вложите еще несколько тысяч долларов в ремонт. И вы получаете полноценный кроссовер. С небольшим расходом. Со 170 лошадиными силами. С полным приводом. Просто фантастика. Важный момент, что это у нас стоимость автомобиля в Беларуси. Если вы хотите рассчитать автомобиль конкретно для вашего региона. Во-первых, вы можете воспользоваться нашим калькулятором расходов. И посчитать конкретно для вашего региона этот автомобиль. Либо написать нам в инстаграм, в ютуб. Где угодно. Мы везде вам ответим. И скажем вам, сколько этот автомобиль будет стоить конкретно под ваш запрос. Продолжение следует... Следующий автомобиль это у нас GMC Terrain. В принципе, плюс-минус два этих автомобиля очень сильно похожи. У них у обоих полуторалитровый мотор. У обоих 170 лошадиных сил. И единственным отличием является то, что в Equinox у вас 6-ступенчатая автоматическая коробка. А в GMC Terrain у вас 9-ступка. Но почему-то на расход, к сожалению, это никак не повлияло. Хотя дополнительные 3 ступеньки должны были положительно сказаться на расходе GMC. Но он также, в принципе, в среднем цикле ест около 9-10 литров. Автомобиль у нас сыграл по ставке 6 550 долларов. Небольшой задний удар. Продавала страховая компания. Видим то, что у нас пробег. В принципе, не такой уж приятный. Но, в принципе, не критический для такого автомобиля. Многие люди могут начать говорить то, что полуторалитровый мотор. Куда он там будет ехать? Сколько он проедет? Неизвестно. Ребят, мы с вами живем в такое время, когда уже давно перестали выпускать автомобили, которые проезжают миллион, полтора миллиона километров. Поверьте, вы точно отъездите на нем, и вам не придется менять никакой мотор. Даже с учетом того, что здесь пробег 82 тысячи миль. Бензин, передний привод. Автоматическая коробка, как я уже говорил. Белокомплектация у нас SLE. Автомобиль заводится, едет, ключики есть. И небольшой задний удар. 18-й модельный год у автомобиля. Такой приятненький коричневато-бронзовый цвет. Видим с вами то, что задняя левая четверть у нас слегка сыграла от удара. Надо будет ее подтягивать. Надо будет менять задний бампер. Надо будет менять задний левый фонарик. Крышку багажника, в принципе, тоже можно смело сразу менять. Потому что с ней уже точно ничего не сделаешь. И вот такое ощущение, что кто-то подживал немного. В принципе, задний фонарь на крышке багажника у нас целый. С левой стороны также он уцелел. И фонарь, который у нас находится с правой стороны, также уцелел. И четверть, посмотрите, не пострадала с правой стороны. То есть, в принципе, крышка багажника поработает с четвертью и задний бампер. Задний бампер также вам надо будет заменить. Это, в принципе, все, что мы видим из-за повреждений. Такая вот у нас отделка под дерево. Такое вот дерево, такое ощущение, что, знаете, как эти стол-книги в 90-х такие были. Вот такая же примерно отделка и в данном автомобиле. Камера заднего вида есть у нас. Парктроники задние есть. По оптике у нас биксенон. Дневные ходовые огни у нас диодный. И поворотник, вероятнее всего, не могу пока рассмотреть, поворотник у нас галогенный. Переходим к расчетам. Сколько же обходится нам этот автомобиль? 6 550 долларов выигрышная ставка. Вы получаете за 11 616 долларов. Не Renault Duster. Не хотелось бы, конечно, обижать Renault Duster. Но вы сами понимаете, что этот автомобиль явно на голову, а может быть даже и на 5 голов выше, чем Renault Duster. Да, он на переднем приводе не сможет покорять какое-то там бездорожье, но он явно покорит ваше сердце. Сердце вашей семьи и сердца прохожих, которые будут видеть этого красавчика. Переходим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий автомобиль у нас это Buick Encore, но не просто Encore, а Encore GX, который просто напичкан огромнейшим количеством всяких функций, ништяков, хорошей музыкой, комфортным салоном, проекционными дисплеями и прочим, прочим, прочим. И этот автомобиль также продавал на страховая компания и выгоден был за 5300 долларов. Первое, с чего мы начнем, это объем двигателя. Сразу, я думаю, вы можете начать писать в комментариях, что 1.3, он недолговечный. И да, вы будете правы, он не проедет миллион километров, он не проедет, скорее всего, даже 500-600 тысяч километров. Но поверьте, 1300 этот автомобиль вас точно провезет с огромнейшим удовольствием, с учетом того, что здесь 165 лошадиных сил, здесь полный привод. Кайф. И расход в районе 8 литров. Смешанный. По-моему, фантастика. И самое главное, то, что эти автомобили уже изучены настолько досконально, на них целая куча запчастей, вы просто не столкнетесь ни с одним геморроем, который может быть в восстановлении автомобиля. Переходим дальше. Пробег 21503 мили. Полный привод, как я уже говорил, комплектация. Select. Это практически самая топовая комплектация. По-моему, самая топовая у нас это Essence. То есть, в принципе, здесь есть практически все. Проекционный дисплей, акустика Bose, Distronic, что еще у нас там есть, контроль полосы. Все то, что вам может быть необходимо, в этой машине есть. Мы с вами видим то, что слегка пострадала у нас задняя левая четверть. У нас, вероятнее всего, пострадал фонарь на крыле. То есть, он визуально, конечно, целенький, все с ним хорошо. Но есть небольшая вероятность, что по приезду вы просто откроете крышку багажника и увидите, может быть, небольшой, но скол, который надо, в принципе, будет ремонтировать, либо, в принципе, менять весь фонарь. Катафот у нас также разбит. Бампер, естественно, под замену крышка багажника. Естественно, под замену стекло, к счастью, осталось у нас неразбитым. И явно надо будет тянуть зад, надо будет менять усилитель. Это из того, что 100% надо будет делать. Правый фонарь на крышке багажника также у нас разбит. Вот фонарь на крыле у нас, в принципе, опять же, непонятно, что с ним. Может быть, соседний фонарик его где-то немножко подтолкнул, что-то с ним плохое сделал. Мы этого с вами по фотографиям, к сожалению, определить не можем. Но удар совершенно адекватный. Поменяли крышку багажника, поменяли бампер, поставили усилитель, подтянули зад и катайтесь кайфуете. Черненький на графитовых дисках. Просто фантастика. Вот давайте просматриваем просто с вами салон и поймем, что же здесь интересного есть. Комбинация у нас кожа, ткань. Очень приятно скажется как летом, так и зимой, когда ваш зад не будет летом подгорать, а зимой не будет прилипать из-за мороза. Одним словом, приятный автомобиль с приятной архитектурой салона. Современный, с маленьким расходом, с хорошей динамикой. Что может быть лучше? Давайте прочитаем все-таки его стоимость, узнаем, сколько же такая красота вам обойдется. Выигрышная ставка 5300 долларов, объем двигателя 1.3, менее трех лет. Таможенная пошлина составит у вас льготное 1625 евро. И стоимость этого автомобиля без ремонта 10610 долларов. За ST-комплектацию, за небольшой пробег, за практически 2020 год. По-моему, комментарии излишни, переходим к следующему. Следующий вариант у нас, конечно, немножечко подороже, но, в принципе, автомобиль у нас сам по себе поинтереснее. Это Honda CR-V на полуторалитровом турбомоторе с вариатором со 190 силами. Это передний привод, комплектация EXL, 24584 мили. Я однажды ездил на CR-V, я вам скажу, что это просто фантастическая машинка. Это просто фантастика на каждый день. Нереально просто комфортный, с небольшим расходом автомобиль. Тоже он будет кушать у вас, ну, примерно, ну, давайте смотреть правде в глаза. В городе, ну, литров 10-11 точно будет кушать. По трассе, я думаю, это литров 7 максимум будет. И важно подметить такой момент, то, что Honda, это, в принципе, она единственная японская марка, которая до сих пор продолжает делать надежные двигателя, надежные вариаторы. И, в принципе, является надежным автомобилем. Мы с вами видим то, что у нас фронтальный удар. Какой-то есть небольшой заломчик, либо мне кажется, что он есть на правом переднем крыле. Нету банана, нету подкрылка. Оптика у нас на месте, что немаловажно. У нас с вами ближний свет линза, а дальний свет у нас галогенка. Оптика простенькая, нету решетки радиатора. В принципе, усилитель у нас слегка пострадал, но не сильно. И видно то, что у нас радиаторы тоже немножко пошли волной. То есть, вероятнее всего, радиатор надо будет менять. Что мы с вами получаем? Беленький кожаный салон. Вставочки под дерево. Все в приятнейших материалах. Никакого дубяного пластика. Да, стрельнула подушечка у нас, рулевой аэрбэк. Но это, в принципе, не страшно. Все это дело восстанавливается. Электрорегулировки сидений. Также у нас есть, давайте посмотрим, что из ништяков. Мультимедийная система, двухзонный климат-контроль. В комплектации EXL есть Distronic и контроль полосы. Климат-контроля у нас для задних пассажиров нет. Есть обычные воздуходумы. То есть, у нас двухзонный климат конкретно для передних пассажиров. Сделан автомобиль у нас в Канаде. Седьмой месяц 2018 года. То есть, он у нас от трех до пяти. Полуторалитровый мотор, 190 сил. Просто кайф. Считаем с вами, сколько оно обойдется, все это удовольствие. Ставка выигрышная на данный автомобиль 10700 долларов. И по льготной растаможке этот автомобиль в Беларуси обойдется в 15826 долларов. Это без учета стоимости ремонта. Да, это, естественно, дороже, чем то, что мы с вами рассматривали до этого. Но, извините меня, это Хонда. Это кроссовер Хонда. Надежный. С большим количеством опций. На вариаторе, на 190 лошадиных силах. И учтите то, что первая цена на местном рынке 24 тысячи долларов. Пятый автомобиль из нашего списка топ-5 кроссоверов из США. Это автомобиль марки Mitsubishi. Я очень сильно надеюсь, что, взяв название модели легендарного Mitsubishi Eclipse, все-таки это название и вытянет эту компанию из ямы, в которой она находится. Но, тем не менее, этот автомобиль попадает также в наш топ-5, потому что, мне кажется, что он достаточно недооцененный. Посмотрите, визуально он выглядит отлично. Это все тот же, конечно, Mitsubishi. Да, немножко устаревший, но, тем не менее, здесь полуторалитровый мотор. Здесь 150 лошадиных сил. У нас, конкретно в данном автомобиле, полный привод. То есть, извините меня, уже приставочка кросс имеет какой-то смысл в нем. 34,5 мили. Автомобиль, который будет кушать тоже порядка 11-12 литров в смешанном цикле. В принципе, это не так уж страшно. Это, в принципе, усредненная цифра, мне кажется, которая сейчас есть у автомобилей по расходу. Да, есть там у нас гибриды, которые... Кстати, мы сделаем топ гибридов, потому что видим то, что вы спрашиваете у нас про гибриды, и обязательно сделаем подборочку из них. Да, гибриды будут кушать немножко поменьше. Но из бензинок это, в принципе, достаточно хороший расход. Страховая компания продавала у нас данный автомобиль. И смотрим, что интересного у нас по нему есть. Здесь написано то, что у нас левый передний удар, автомобиль заводится, едет, ключики есть. Фантастика. Мы с вами сразу по первой фотографии видим то, что у нас стрельнула подушка на торпеде. Попытаемся рассмотреть или разбила она лобовое, потому что, как правило, когда стреляет подушка на торпеде, у нас, естественно, страдает лобовое стекло. Но чисто визуально с этого ракурса, с учетом того, что у нас засвет от солнца, оно выглядит целым. Но рассмотрим потом поподробнее. Видите, фара у нас подкоцана. То есть надо будет либо менять стекляшку, либо менять всю фару. Противотуманка, я думаю, с вероятностью в 99,9% то, что у нас останется целой. Я думаю, конечно, бампер с крылупу все-таки надо будет менять. Этот молдинг у нас отскочил. Крыло под замену, банан под замену. И, видите, слегка у нас тоже переднее колесо на небольшом развале. Соответственно, есть какие-то вопросы по подвеске. Пострадала у нас передняя дверь. Она у нас 100% под замену. Ничего уже здесь хорошего ты с ней не сделаешь. Есть небольшие коцки по заднему бамперу. Бампер надо будет перекрашивать. Задний есть парктроники. Прикольный синий цвет, приятные диски. Автомобиль, как мне кажется, выглядит достаточно симпатично, согласитесь. То есть, такой необычный дизайн. В принципе, у Mitsubishi достаточно необычный дизайн. Надо признать это. Комплектация у нас SEL. Стрельнула у нас руль, стрельнула торпеда, стрельнула сидушка водительская. И стрельнула шторка с водительской стороны. Не знаю, какая-то у меня есть симпатия к этому автомобилю. Видите, производство у нас Японии. Настоящий японец. На этих фотографиях мы с вами, в принципе, можем увидеть динамику ключа от Mitsubishi Eclipse Cross. Видите, он у нас сразу лежит на приборной панели. Дальше идем. Идем дальше. И видим с вами то, что ключик уже у нас привязан на цепь и висит на руле. Да, это может быть второй ключ. А может быть и тот же ключик. Будет известно только, когда автомобиль уже приедет конкретно в страну, где и будут растамажить его. И по этой фотографии мы с вами видим то, что у нас еще стрельнул аэрбэк у водителя в коленях. Полезная фотография. То есть, вроде как и ключик видим второй, а может быть и не второй. И видим то, что аэрбэк сработал, которого, в принципе, на остальных фотографиях не видно. У нас выигрышная ставка на данный автомобиль была 7500 долларов. Объем двигателя также 1,5. Автомобиль от 3 лет. Льготная таможня 1275 евро. И мы получаем с вами этот автомобиль за 12591 доллар. Без ремонта. Выбирать вам, какой из этих автомобилей вы хотите себе. Я бы, на самом деле, остановился на CR-V. Да, она, конечно, дороже всех, но она как-то поприятнее. Но и Encore GX, и Chevrolet Quinox, и GMC Terrain, и все эти автомобили можно по праву называть топом автомобилей повышенной проходимости и Соединенных Штатов Америки. Конец. Спасибо, что досмотрели. Спасибо, что смотрите. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки. Пишите, как всегда, в комментариях, какой топ-5 автомобилей нам сделать в следующем выпуске. С вами был, как всегда, Алексей, компания West Motors. Всем пока.